Всем привет! С вами Кевшин Александр. Вы находитесь на канале о дизайне и ремонтах Good Idea. И сегодня мы с вами находимся в ЖК Республика. Для того, чтобы снять финальный обзор с одного из наших объектов, которые мы делали абсолютно под ключ. Что это значит? То, что всеми процессами от разработки дизайн-проекта до меблировки и клининга занималась наша организация. А заказчику можно было вообще не появляться на объекте, не терять свое драгоценное время, нервы на то, чтобы вести весь этот объект, потому что все, абсолютно все делали мы. То бишь Good Idea. В этом эпизоде я расскажу вам о ценах, используемых в материалах, сроках и еще о многих других мелочах, которые достойны того, чтобы запечатлеть их в этом видео. Ну что, пойдем смотреть, что у нас получилось? Напомню, на момент съемок прошлого видео были выполнены все черновые работы, подготовительные этапы по малярным работам и промежуточный этап по укладке плитки. Что у нас происходит сейчас? Сейчас с вами и посмотрим. Начнем с вами с одного из самых животрепещущих комментариев под нашими видео, который меня лично сильно возмутил и о котором хотелось бы сказать сразу, чтобы расставить все точки над «и». Я не просто так сейчас показываю вам всем вот этот замечательный пол, эту плитку. А комментарий касался того, что «О ужас! Как же вы можете так делать!» Плитку можно снять и выкинуть, ей будет конец, ее не очистить. Все, в этом нельзя жить. Апокалипсис, страх и ужас. Но, как вы можете посмотреть и убедиться, никакого апокалипсиса не произошло. Но, плитку здесь никто не менял, все с ней хорошо. И, как говорилось в предыдущем видео, мы знаем, что делаем. Точнее, в комментарии под предыдущим видео знаем, что делаем. Да, иногда бывают моменты, когда упускаем некоторые нюансики. Но, тем не менее, всегда отвечаем за то, что будет в конечном итоге. И даже если вдруг что-то где-то случилось бы с этой плиткой, либо еще с чем-либо, то мы всегда заменим, отмоем, отчистим, сделаем все, что зависит от нас, для того, чтобы в конечном итоге заказчик получил именно тот результат, который хочет, а не «Ну, сделали и ладно, и так прокатит». Это точно не про нас. Мы отвечаем за то, что делаем, за то, что говорим, за то, что показываем, рассказываем. Также у вас было пару вопросов на тему того, кто будет жить в этой квартире, какие ставились перед нами цели и так далее. Я пообщался с нашим дизайнером Александром, для того, чтобы уточнить, какие были изначально вводные данные по данному объекту. Так вот, ответ прост. Жить будет пока один человек. По основным требованиям их было не так много. Главное, это функциональная зона кухни-гостиной и спальная с лаунч-зоной. Получилось у нас это или нет? Посмотрим с вами дальше в этом выпуске. Начнем, наверное, со «Святой святых», как я люблю называть это место. Это правильно с санузла. Идем смотреть. Кстати, один из вопросов, который вы оставляли под нашим видео, делали ли мы шумоизоляцию в данном помещении. Об этом поговорим чуть-чуть позже, когда перейдем в гостиной. А уровни шума, который доносится от соседей, делающих ремонт, вы сами можете послушать. Поэтому, если кто-то думает, что он может переселиться в свой замечательный новострой и жить спокойно, даже не мечтайте об этом. Такой опции не существует. Чем больше дом, чем больше комплекс, тем дольше, чаще, ритмичней и органичней будет вот этот пресловутый замечательный шум в ваших ушах. Конечно, если вы очень занятой человек, стоите рано и приезжаете поздно домой, то для вас это не помеха, поскольку, в принципе, шумовой режим выдерживают все. Иначе есть строгие меры наказания. Вот такие вот трели играют здесь с утра до вечера. Мы с вами будем смотреть, что у нас есть в санузле, что сделали мы, что сделали наши партнеры по мебели. Как я и обещал, буду рассказывать, что это, показывать пальчиком и говорить на ценовую политику тех или иных вещей. По мебели. Здесь есть вот такой вот скрытый шкаф под бойлер. Вот такая вот замечательная конструкция, которую я также расхваливал. Конструкция под стиральную машину и всякие принадлежности, которые не должны быть на виду у гостей. Кстати, задней стенки здесь нет. Задняя стенка выполнена из плитки. Если уж говорить откровенно и не кривить душой, то просто в самом-самом начале не до конца было понятно и известно, будет ли здесь сразу мебельная конструкция и ее придется подождать. Поэтому было принято решение заложить вот это все плиточкой, чтобы не было некрасивых мест в этой нише. На качество самой мебели также можете обратить внимание, поскольку это ребята, которых мы регулярно предлагаем в качестве партнеров по мебели, которые, в принципе, нас особо никогда не подводили. Что это за ребята, также поговорим немножко позже, когда перейдем с вами в спальную зону. Еще одной классной штукой здесь является вот эта ниша, в которой есть очень хороший замаскированный прием с розеткой для подключения стиральной машины. Ну и на дальнейшее есть вот такая запасная розеточка номер 2. Напишите в комментариях, сразу ли вы поняли, когда я сакцентировал внимание на этом месте, о том, что что-то там все-таки у нас спрятано. Интересно услышать? Пишите. Заглянем с вами сразу тогда уже и во вторую нишу. Она также служит нишей для всяких хозпринадлежностей и для бойлера, о котором я вам уже сказал. Здесь установлен фильтр с редукцией. Сейчас можно на него посмотреть и объясню, почему он один, а не два, как на многих других объектах. На всех объектах, которые строит Канн Девелопмент, отказались от горячей воды. Сейчас производят подвод только холодной воды. В комплекте с квартирой, при продаже квартиры, продают еще и бойлера. То есть бойлер включен в комплектность стоимость квадратного метра, когда вы приобретаете жилье у данного застройщика. Отсюда и один редуктор, поскольку вот воды всего лишь один. Вот, для тех, кто как бы не знал, может быть эта информация окажется полезной. Кстати, можно сразу посмотреть. Прошло не так много времени с этапа сдачи объекта в эксплуатацию и мы можем уже увидеть, какого качества вода и для чего непосредственно сам фильтр в редукторе работает и служит. Вот эта вот рыженькая штучка, это все ржавчина. Эту сеточку нужно вынимать и периодически чистить. Ну и внизу мы видим подвод канализации, специально для того, чтобы открыть вот этот краник, промывать фильтр. Оттого он и называется самопроволимной фильтр. Ну вот это черненькая штучечка, это редуктор и сейчас давление выставлено на вот этой отметке, которую вы видите. Посмотрим, что у нас здесь. Еще одно место хранения. И как видите, в принципе, для одного человека этого места чересчур даже чем достаточно. В дальнейшем здесь будет жить не один человек и все эти полочки будут красиво, лаконично заполнены. Итак, начнем с вами очень хорошего производителя, особенно с точки зрения цены и качества. Это Вилерой Бог. Здесь установлен унитаз и раковина от данного производителя. Раковина называется Loop & Friends. Вилерой Бог выглядит она вот таким образом. Очень красивая, по крайней мере, в моем понимании. У нее очень хорошая юзабилити, из нее ничего никуда не выплескивается. Очень красивый керамический клапан. Везде это выглядит все раз до менее эстетично, чем здесь. Здесь стоимость этой раковины 6000 гривен. Конечно, не дешево, но если, опять же, возвращаться к вопросу цены и качества, то сочетание вполне себе очень-очень крутое. Что касается самого унитаза. Унитаз с крышкой SoftClose. Лаконичный, сдержанный, красивый дизайн. Модель называется Архитектура. И стоимость данной модели, данного комплекта, около 5000 гривен. Также можно обратить внимание на всякие аксессуары. Здесь это ёршик, держатель для бумаги, вот эти замечательные мыльницы и подставка для зубных щеток. Все это набор от Hans Grohek, который имеет название Logis и обходится в районе 2500 гривен. Не можем не обратить внимание на вот этот смеситель скрытого монтажа. Это довольно-таки непопулярный бренд. Точнее, не то чтобы непопулярный, а не такой уж и распространенный KFA Арматура. Это польский бренд. Сама модель называется Mokai. Стоит всё это скрытая и наружная часть в районе 2500 гривен. Далее у нас есть замечательный, хороший, надёжный полотенцесушитель от фирмы Mario. Mario это наши украинские полотенцесушители. Мы стараемся максимально выбирать всё то, что производится в нашей стране. И слава богу, в нашей стране научились производить довольно-таки хорошие вещи. Честно, стоимость его не помню. Размер 50 на 80 стоит в районе, по-моему, 6000 гривен. Честно, могу ошибаться. Это одни из самых главных акцентных элементов. Первое, это то зеркальце, с которого мы начали съёмку в данном месте. Зеркало от торговой марки Liberta. Стоит оно в районе 2500 гривен. И называется оно Amato. Так называется сама модель. Ну и вот это замечательная в каком-то стиле даже хай-тековая душевая конструкция. Также от торговой марки Liberta. Обошлась она в районе 12000 гривен. И называется эта модель Liverpool. Мне очень интересно узнать от вас, дорогие зрители, подходит ли вам такого рода обзор. Ведь очень многие из вас спрашивали о том, почему же ты не говоришь о ценах, что это, где это купить и так далее. Я решил сделать первый выпуск с готового объекта именно таким, для того, чтобы протестировать, для того, чтобы понять, что лучше убрать, что лучше оставить. И чтобы дальнейшие выпуски были супер крутые именно для вас, поскольку все это делается именно для вас. А свет на зеркале я включил именно для того, чтобы немножко минимизировать вопросы относительно того, а почему же оно стоит аж 2500, и что в нем особенного. Во-первых, оно очень четкое. Во-вторых, оно офигенски классно выглядит. Поставьте большой пальчик вверх, если вы тоже так думаете. В-третьих, оно функциональное. Там есть подсветочка, подогрев и все, что должно быть в зеркалах современности, скажем так. Оп! Заглянем с вами внутрь этой душевой кабины. Здесь самым главным является, конечно, вот этот элемент. Это душевая стойка. Душевая стойка от IMPRESS BILLA DESNE, которая стоит в районе 7500 гривен. Не знаю, как кому, но как в предыдущих выпусках, например, ЖК 7, я очень сильно нахваливал этого производителя. По цене и качеству это фактически супер-супер-мегавариант. Есть такие компании, которые делают очень хорошие вещи за относительно небольшие деньги. На стенах здесь душевой используется плитка ZEUS керамика Brickol Wood. Выглядит она вот таким образом. Стоит она в районе 420 гривен. На полу также вложена эта плитка. Единственное, о чем забыл упомянуть, это вот этот замечательный щелевой трап, который всегда выглядит очень стильно и круто. Это щелевой трап от VIEGO, модель Advantix. И стоит он в районе 6-800-7 тысяч гривен. Ну а вся остальная плитка как на полу, так и на стенах формата 60 на 60. Также ZEUS керамика, модель Kalkara. И стоит она порядка 390 гривен. Из каких-то особенностей можно было бы еще отметить это вот такая красивая светодиодная линия. И в принципе, если выключить основное освещение и оставить только ее, то здесь будет очень романтичная, интересная атмосфера. Ну что ж, пошли с вами смотреть на следующие помещения. Кстати, квадратура санузла составляет 4,2 квадратных метра. Для тех, кому будет интересно, как и что вместить в такие габариты, вот такая вот картина. Все, пойдем дальше. Сейчас мы находимся с вами в спальной комнате. Она здесь одна, это однокомнатная квартира. И как и обещал в предыдущем выпуске, покажу вам, зачем мы делали перепад в 2 миллиметра между уровнями самовыравнивающейся стяжки. И все становится понятно. Это место стыка разных покрытий, разных напольных покрытий ламината и ковролина. Ламинат здесь использован в торговой марке Эггер. Модель называется Pro Doop Paddington светлый. Сейчас покажу вам его поближе. Очень красивый, качественный ламинат. И в принципе, зачастую и во многом мы используем имена ламината этого производителя. А что касается ковролина, называется он Ковролин Дафт Айтисис Сатина. И общая стоимость комплекта всего ламината по всей квартире, подложки ковролина, вышла в районе 13,5 тысяч гривен. Более детально, сколько, чего, почему и зачем, можно будет посмотреть в смете, которая, само собой, будет находиться в описании под этим видео. Во всех подробностях, как происходят процессы по проведению ремонта в нашей компании, то бишь, в good idea. Также я задавал вопрос относительно того, а как вы думаете, для чего была сделана ниша и панели не доходили до стенки? Я не помню, был ли правильный ответ и был ли ответ вообще, но, как вы можете увидеть сейчас, ниша была сделана для того, чтобы элегантно, красиво, хорошо, качественно писать вот этот шкаф в эти панели. Если сейчас присмотреться, то, в принципе, места стыка панели и шкафа вы не увидите вообще. Сейчас подойдем с вами поближе и вы в этом убедитесь еще раз. Так, как и хотелось, чтобы получилось. Сейчас покажу панорамку помещения. Комната, кстати, 14,4 квадратных метра. Для тех, кого интересуют квадратуры, не знаю, как кому, лично я доволен результатами проделанного нами труда. Лучше я послушаю ваши комментарии на этот счет под видео. Шторы предоставлены также от наших партнеров. Что это за партнеры? Также смотрите по ссылочке в описании. У них можно посмотреть разнообразные варианты. Ну и, конечно же, все, 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 о чем я говорю вам в этом видео, можно будет купить через нашу организацию по тем ценам, которые озвучены непосредственно в процессе этого видео. А вы будете приятно удивлены, насколько они лояльны для, в принципе, рыночных предложений. Идем дальше. Здесь использован вот такой прием по потолкам. Хотелось выделить эту зону как отдельную. Я вам уже говорил. Заказчикам было пожелание сделать здесь лаунж-зону. А этот кусочек раньше был ничем иным, как балконом, который мы присоединили. Выделили его за счет вот такого отдельного покрытия и немножко другого цветового решения плюс опуска потолка. Если во многом и зачастую мы использовали два разных типа потолка, то есть гипсокартон и натяжной, это можно будет увидеть и на этом объекте, когда мы перейдем с вами в кухню на стену, в основное помещение, то здесь использован один тип потолка. Просто этот потолок имеет два уровня и комбинацию цветов. Это беленький сатин, вот такой темно-серый мат. Многие задают вопрос, что такое вставка для натяжного потолка. Это вот этот небольшой кантик по периметру, который призван спрятать щель, которая остается при монтаже потолка, который затягивается в направляющий профиль. И цвет этого кантика бывает абсолютно разный. Как видите, под темно-серый есть темно-серая вставка, под белый обычная белая вставка. Раз уж затронули тему потолков, пройдемся с вами по освещению. Вот это солнце в середине комнаты новодворские. Я ее называю ласковая шайба. Стоит она в районе 1400 гривен. В таком диаметре она есть и поменьше, есть и больше. Светильники здесь использованы те же самые канлюксовские, что и в санузле. Той же стоимостью 162 гривны. Модель назвать не буду, потому что там просто куча цифр. Можно будет посмотреть в смете. Ну и что касается вот этого интересного направленного светильника с четырьмя спотами от производителя NB Light. Называется Glaze и стоит порядка 1600 гривен. Вроде как может показаться, что 1600 гривен это и многовато, но с другой стороны выглядит прикольно, красиво. Для того, чтобы выделить эту лаунж-зону и подчеркнуть ее отдельными источниками света, было принято решение приобрести вот такую штуку. Ну и это решение устроило как дизайнера, так и заказчика, поэтому все выглядит вот так. Ну и последний элемент освещения, который находится здесь, это вот эти прикроватные брашки от того же Новодворске. Называются они, по-моему, I и стоит каждая из них 750-740 гривен. Покажу вам одну штучку с близка. Можно даже включить. Это все даже работает. Свет от них исходит вот такой. Сам свет можно выбрать какой угодно, поскольку лампочки комплектуются отдельно и могут быть абсолютно разного уровня освещенности. Это используется как прикроватные бра. Очень хорошая штука. Это проходные выключатели, при помощи которого можно включать все элементы основного освещения, светильнички, центральную люстру. Просто пришли, лягли, выключили все чертям собачьим и видите 10-й сон. Если же нужно что-то подсветить и резко посмотреть, или же почитать книжечку, включили брашку и наслаждаетесь всеми процессами, ради которых вы ее включили. Из декоративных элементов здесь в принципе использован только один. Как я уже вам говорил, это вот эти замечательные стеновые панели. Раньше они выглядели как-то корявенько. Все они были в белом цвете, в своем естественном исходном цвете, перешпаклеваны. А сейчас составляют вот такой интересный тандем с кроватью и придают определенного акцента. Ну, спросим чуть-чуть попозже у заказчика, насколько он доволен результатами нашего труда. Как-то так вот выглядит все в данной зоне, в зоне спальны. Сейчас с вами пойдем в основное помещение, которым является кухня-гостиная. По дороге зацепим чуть-чуть коридор. Как и обещал, пару вопросов, пару ответов от заказчика. Какими они будут, сам не знаю. Но посмотрим и в любом случае все вы увидите в том виде, в котором оно и есть. Виталий, здравствуйте еще раз. А то как так. Виталий. Да, не здоровались. Счастливый заказчик и обладатель ремонта и проекта от нашей организации. Ну, самый первый ключевой вопрос, почему решили и откуда вы нас узнали, почему решили обратиться к нам. Вот, все очень просто. Знався про вас в интернете через блогера на YouTube. Звертався до різных компаней. Багато дзвенків зробил, але найбільше професійно підійшли и сподобалось мені Good Idea. Сразу отвели на мои вопросы, потом еще раз перезвонили. И я до них заветов в офис. В принципе, все мне там показали. Дизайнеры, прораб, все мы обговорили завжди легідь. И мне все сподобалось. И я сделал замовление, заключил договір с Good Idea. Сразу услышав о блогере, спрошу так. Наш блог смотрите, нет? О своей квартире. Будете смотреть выпуск? Не знаю, тепер підписываюсь, буду дивитись. Ну, видите, как хорошо. Следующий вопрос. Довольны ли вы остались или недовольны? Какие плюсы, какие минусы были в процессе работы, непосредственно сотрудничества с нашей организацией. Это всегда интересно. То есть не все всегда гладко. Само собой, что есть где-то какие-то шероховатости. Вот интересно услышать самому. Ну, сподобалось то, что на каждый вид работ есть свой специалист. Что окремо свою работу делают электрики, жмалеры, штукатуры. Нема такого, что один какой-то мастер его закрыли в квартире и он делает все, как попало. Все было сделано профессионально. Я, как специальности инженер-электрик, задоволен, как сделана электрика в квартире. У меня не было никаких вопросов. Так как я много подорожаю, я не мог контролировать весь процесс. Я был очень редко с парнями, очень редко отведуал квартиру, но все было под контролем. В интернет-режиме, вайбер, в телеграме, все решили вопросы. Все было супер. И с плохого? И с плохого. Ну, были косяки. По установленному светильникам. Он был установленный. Не совсем так, как мне понравилось. Одна стена была. Там, где, когда установили мебель, было видно, что стена не ревна. И уже что-то с ней сделать было тяжело. Вже пофарбованную стену, вы уже понимаете, не так просто привести в порядок. По таких помилках, там, в частях, какие-то подряпины. Но все, хлопцы выправили за свой рахунок. Я никаких додатковых сум. Рахунку я не помітив. Все было сделано. То есть, я доволен. Кстати, насчет сум. По бюджету, вместились, не вместились? Вообще, политика ценообразования наша вас устроила, не устроила? Ну, наверное, устроила, если мы довели все дело до конца и так далее. Но, вот, как бы были какие-то вопросы в этом плане или нет? Или все прошло ровно, гладко? В принципе, так. На то, что я налаштовывал, налаштовывался, и так, как я планувал, я зійшовся в бюджет один в один. Первый этап, навіть, дешевший вийшов, чем я планувал по черновых работах, по штукатурке, по фарбованию, по подлогам. А в конце я уже там захотел, например, дорожчие двери, еще какие-то элементы дорожчие, то уже вийшло так, как я и планувал спочатку. Вже дешевше не вийшло. Понятно. Ну, и последний вопрос, чтобы вас не задерживать, о сроках. Сколько происходил ремонт нами у вас, я-то знаю, но интересно слышать от вас, и, в принципе, по срокам тоже все было нормально, или есть вопросы, пожелания, рекомендации? Так как в мене особливо и проблем с житлом не было, и меня не подганяло нічого, то терміни нормально было. Коронавирус дав про себя знать, я так понимаю, деякие работники не мали чим добраться на работу, в Киеве транспорт не ходил, тобто якась там затримка была, я розумію, и плюс там, наприклад, ламіната не было такого, как я хотел, его тоже я чекал два тижни, здається. Все были едині затримки, але для мене це было не критично. Десь весь ремонт заняв десь пів року. С мебелью совсем? То заселення? Да, да, да. Можно было пи швидше, якби не корона, але для мене це было не главное. Будем стараться, будем стараться. Для мене головна якість была. Ну, в конечном итоге, одним словом, довольны, недовольны? Да, задоволены. Спасибо вам большое, хорошего дня. Я думаю, еще увидимся как-нибудь вот таким мини-интерв'ю было с нашим заказчиком. Если у вас еще есть вопросы, обязательно пишите, звоните, оставляйте комментарии. Ну, а мы продолжаем экскурсию по квартире. Как и обещал, следующим помещением, которое мы с вами посмотрим на пути к кухне, в которой будем завершать данный обзор, это коридор. Выглядит он вот таким образом. Его квадратура составляет 3,9 квадратных метра. И из того, что мы можем обсудить с вами здесь, на что сакцентировать внимание, первое, что бросается в глаза, это, конечно же, двери. Двери здесь от торговой марки Родос, тоже украинское производство. Весь комплект по дверям вместе с вот этими наличниками и с этим порталом, который у нас находится вокруг входной двери, составил порядка 29,5 тысяч гривен. Вот, модель этих дверей Cortez Salsa. Если интересно, можете загуглить, посмотреть больше о том, из чего они сделаны, как все это дело замеряется и вообще, какие процессы связаны с установкой, подбором и так далее дверей. Ну или же мы как-нибудь сделаем на своем канале, наконец, когда найдем время, помимо основной работы, для того, чтобы рассказать вам о том, о сем, о всяких интересностях, всех процессов и конечных финишных элементов. Поведаем вам историю о Родосе и съездим на их производство. Переходим с вами к следующему моменту. Освещение. Освещение все тоже. Конлюксовские светильники, 6-ти ваттные, в районе 160 гривен за штучку. Красиво, хорошо, надежно и надолго. На плитку мы уже смотрели в санузле, ничего с ней не изменилось. Также смотрели на нее в начале видео. Еще раз вам покажу плитку, которая совсем уж не в убитом состоянии. И все с ней замечательно, хорошо и прекрасно. И так будет еще очень-очень много лет, если, конечно, не взять перфоратор и не начать здесь все разносить. Также, очень классная штука, о которой часто говорим и показываем. Это электрофурнитура. В данной ситуации это электрофурнитура от фирмы Schneider Electric. Модель, насколько я помню, здесь использована Седна и весь комплект по всей квартире обошелся порядка 7500 гривен. Единственное, что не входит в эту стоимость и отличается производителем, это вот этот сенсорный терморегулятор от фирмы Terneo. И Terneo, да, это также Украина. Если кто не знал, очень хорошая, качественная продукция. Делают не за все деньги мира, как это делает Danfoss или еще кто-то подобный Danfoss. Функционал достойный. Приложение есть Wi-Fi соединение, можно пользоваться. Очень долго, хорошо, также предоставляют все гарантийные обязательства. В общем, кто ищет все терморегуляторы, пожалуйста, вот такая классная штучка Terneo DC. Они есть с разной приставкой, SX, еще какие-то там в чем особенности. Смотрите, гуглите, поймете, разберетесь и знаете больше. Ну и стоимость таких терморегуляторов порядка 1200 гривен за единицу. Последний элемент, который находится в зоне коридора, это вот такая прихожая. Обещал затронуть тему наших партнеров. Наши партнеры это мельница. Кто это такие, что они из себя представляют и так далее, также можно будет найти по ссылке у нас в описании. Это ребята, с которыми мы работаем уже не первый месяц и не первый год, с которыми у нас все налажено. И если вы хотите, чтобы в конечном итоге все у вас получилось красиво, вовремя и так, как и планировалось, лучше всего, чтобы была использована вот эта комбинация, когда те, кто делают дизайн, те, кто делают ремонт, были в одной связке с мебельщиками, которые реализуют все эти задумки, которые находились в самой проектной документации. Выглядит все это прикольно, приятно, интересно, главное еще и функционально. Зона прихожей с другой стороны выглядит таким образом. Ключница для вещей первой необходимости, также место для того, чтобы положить, положить сумку, рюкзак, либо еще какие-то другие вещи, которые можно сразу скинуть, также само забрать, выходя из квартиры. Место доступа для обуви, либо для небольшого чемодана, и вешалка также для вещей быстрого доступа. В шкаф заглядывать не будем, это все интимные подробности жизни нашего заказчика, там вам смотреть точно нечего. Ну и переходим с вами в основное помещение, это кухня-гостиная. Первое, на что хотелось бы обратить внимание и что является интересным, это вот этот большой светодиодный квадрат, который изначально был призван служить элементом дизайна, но в принципе он может выполнять функцию основного осветительного прибора. Сейчас вам продемонстрирую его в деле. Выглядит квадрат эпически красиво. Опять же таки мое мнение, вы пишите прикольно, не прикольно, нравится, не нравится, чтобы вы сделали на этом месте, если бы не этот квадрат. Вот так вот можно повыключать основное освещение, оставить только этот квадрат и линию светильничков на кухне. Вот эта зона является полностью заполненной светом. Ну а если уже заговорили о осветительных приборах, посмотрим на эту загадочную интересную люстру. Честно, когда я ее увидел на картинке, она показалась мне немножко стрёмной, но по факту, когда мы ее приобрели и смонтировали, оказалась довольно-таки интересная штука. Выглядит она вот таким образом. производитель этой люстры НБ Лайтс. Насколько помню, модель Валена и стоит она порядка полутора тысяч гривен. Также из освещения есть куча вот таких трехватных светильничков от того же Кан Люкс. Эти светильники имеют немножко другую стоимость, чем их старшие братья. Эти светильнички стоят порядка 80 гривен, то есть в два раза меньше, чем стоимость старшего брата. Вот эта глянцевая плиточка, честно и откровенно, нами совершенно нелюбима и очень сложно было нормально и хорошо сформировать углы, так как есть скошенные поверхности. Сейчас на углы мы с вами посмотрим, я вам покажу, как они выглядят, для того, чтобы у вас было понимание, стоит ли покупать такую плитку или нет, и насколько хорошо можно с ними что-то в конечном итоге сделать. Так вот, плитка здесь у нас находится Metro Tiles цвет белый, размеры 20 на 10 так называемый кабанчик и стоимость квадратного метра этой плитки около 200 гривен. В принципе, сами понимаете, что за такой ценник купить хорошего качества плитку, особенно вот такую стилизированную под кирпичик, ну, фактически невозможно. Покажу вам те углы, о которых я говорил. Вот так они выглядят. Насколько красиво или некрасиво, судите сами. Как по мне, получилось у нас довольно-таки сносно и хорошо, но на самом деле очень сложно найти идеальный выход из ситуации при использовании такого типа плитки и такого качества. Раз уже начали акцентировать внимание на кухне, пройдемся по основным элементам, которые есть на ней. Мойка здесь от производителя Франки. Это один из самых известных производителей моек. Стоят они в принципе довольно-таки недешево, но соответствуют своему качеству, хотя и выбор разнообразных других вариантов на рынке весьма велик и можно подобрать что-то подешевле. Данная мойка обошлась в 4200 гривен. Так вот выглядит перелив в данной мойке. Сразу особо и не поймешь и не заметишь. Вот так выглядит сушка. Вот этим регулятором мы можем закрывать вот этот клапан. Стильная классная штучка. Если видите, отверстие закрывается, открывается, когда я кручу вот эту штучку. В общем, удобно для того, чтобы не лезть в жижу грязных тарелок и так далее руками, а просто нажать, точнее провернуть вот этот рычажок и сделать все без всех этих погружений в гущу событий. Назовем это так. Кстати, смеситель здесь установлен Impress Daichi смеситель на две воды. Почему две воды, сейчас вам покажу. Этот смеситель сейчас имеет акционное предложение. Он идет в комплекте с вот такой штукой. Обратный осмос. Выглядит он следующим образом. Для тех, кто обольщается о том, что осмос у них может вместиться чуть ли не в 20 на 20 сантиметров, нет, не может, поскольку это довольно-таки габаритная установка. В данной ситуации это фильтр от Экософт Стандарт. Они есть абсолютно разнообразные и ценовая их политика от 2,5 до 12,5 тысяч гривен. Это зависит от комплекта фильтров, от направленности деятельности этих фильтров. Есть установки с минерализаторами, есть просто обычные, как вот эта установка, которую я вам показывал. В общем, если интересно, можете посмотреть чуть больше по ссылочке, которую видите на экране. Там я ходил по производству Экософта, кстати, тоже Украина, и рассказывал что есть что и для чего предназначено. под мойкой у нас установлен вот такой небольшой бойлер горения. Служит он для того, чтобы всегда была горячая водичка в зоне кухни, чтобы не было никаких перепадов. Здесь свой бойлер, в санузле свой бойлер. и стоимость этого комплекта, о чем я вам по-моему еще не сказал, находится в районе 5200 гривен. За этот комплект это просто супер бомбезная цена, поскольку вы никогда не купите за такие деньги отдельно установку обратного осмоса и качественный хороший долговечный смеситель на две воды. Вот, поэтому для тех, кто сейчас находится в поиске, обязательно обратите внимание, вот такая классная штука. Движемся с вами дальше, покажу вам панораму помещения. Так выглядит кухня-гостиная. Сейчас дам ответ на то, зачем и почему мы использовали конкретно на данном объекте комбинированные потолки, гипсокартонный потолок в зоне кухни и натяжной потолок здесь, ведь можно было по логике сделать просто двухуровневый натяжной либо просто потолок в один уровень. Особенность всего этого дела в том, что нам необходимо было сделать определенный опуск, для того, чтобы разместить винт-каналы и вентиляционные системы. Можно было бы сделать опуски за счет второго уровня потолка, но, так как винт-каналы имеют свойство периодически издавать шумы, для того, чтобы избежать дискомфорта, было принято решение сделать конструкции из гипсокартона, заполнит их минватой, тем самым шумоизолировав абсолютно системы воздухоотвода, которые есть в данной квартире. Отсюда и такие манипуляции с двумя уровнями потолка и с двух разных составляющих. Я думаю, что это был исчерпывающий ответ на ваш вопрос. панорамка данного помещения с другой стороны. До сих пор, а уже прошло несколько месяцев с момента того, как мы сдали объект, не все стоит на своих местах. Здесь должна находиться брашечка, духовки у заказчика еще так же нет. Но в любом случае, это все появится. Кстати, основной элемент отделки данной квартиры, это, конечно же, краска, о которой вам ничего не сказал. Все стены и гипсокартонные потолки здесь выкрашены краской от Шервин Вильямс. Сто раз о ней уже говорил, скажу еще сто раз, поскольку это безальтернативно лучшая краска, которую мы имели честь использовать в нашей практике. Хоть стоит она недешево, из расчета расходов около 160 гривен за квадратный метр, это только материалы, грунт, краска и краска, но результат просто вот такой, я думаю, ни один заказчик, которым мы красили что-либо этой краской не даст соврать. Еще раз покажу вам панорамку помещения, ну и будем заканчивать с вами этот обзорчик. Я надеюсь, что он был для вас познавательным, интересным и в чем-то даже увлекательным, где-то вы смогли посмотреть на качество исполняемых нами и нашими партнерами работ, где-то вы узнали что-то интересное о подборе каких-то новых материалов, либо о их эксплуатации, как и хотели, узнали большое количество разнообразных ценников на те или иные отделочные материалы. Что же, на этом будем заканчивать выпуск. С вами, как всегда, был Кевшин Александр. Вы находитесь на канале Good Idea. Подпишитесь, если еще не сделали этого. Поставьте большой пальчик вверх, если вам понравилось это видео. и до скорых встреч на новых объектах. Пау!